Всем привет, ребят! Под одним из прошлых видео кто-то из подписчиков попросил сделать торт панчо без выпечки. Ну вот, по просьбе подписчиков, сегодня мы постараемся сделать вот такой вот красивый торт. Первым делом нам нужно сделать крем. Мы берем сметану, полстакана сахара и взбиваем все вот это в кремоподобное состояние. Ну вот так вот сметана у нас сбилась в крем. Видим, что уже остаются такие хорошие вот упругие пики, как их называют. И дальше мы начинаем собирать торт. Мы берем подходящую миску и застилаем ее пищевым целлофаном. Ну, если нет пищевого целлофана, можно взять просто одноразовый кулечек и красиво вот так вот уложить, как у меня получилось. Дальше мы будем использовать два вида печенья. Это будут белые и это будут коричневые печенья. Печенья можно брать любые по вашему усмотрению, которые вам больше всего подойдут. У меня это печенье к чаю на одной основе. Единственное, что у них разные формы, но это ничего. И еще мы будем использовать пьяную вишню. Первое, что мы берем. Нам нужно взять немножко крема на дно миски. Вот так вот хорошо распростать. И вылаживаем белые печенюшки. То, что они будут у вас вот так вот поломаны, это ничего страшного. Самое главное плотно выложить, чтобы все дно было закрыто печеньем. Дальше мы опять берем немножко крема. И намазываем слой печенья кремом. Но не перестарайтесь так, чтобы было не слишком много крема. Дальше мы укладываем слой коричневого печенья. Затем на коричневый слой печенья мы берем наши вишни. И аккуратненько, так в небольшом количестве, их нужно разложить. После того, как мы выложили вишни, камера почему-то не включилась, нужно взять крем сметаной и разровнять вот так вот по верху по вишне. Следующий слой я постараюсь вам показать. И опять укладываем белый слой печенья. Дальше мы все будем повторять точно то же самое. Сейчас опять сметана, опять шоколадные печенюшки, опять вишни со сметаной. И будем делать вот это все до тех пор, пока не заполним нашу форму. Вот посмотрите, после того, как мы выложили вишенки, мы берем сметанку, крем наш вот этот. И нам нужно аккуратно все вот это разровнять. Сейчас, когда я буду разровнять, наши вишни в какой-то мере, они опять-таки будут перемешиваться. Это ничего страшного, мы его разровняем, и оно у нас будет все на своем месте. Ну вот как-то так у нас все получилось. Дальше вот это мы отправляем на 3 часа в холодильник, чтобы оно немножко пропиталось и немножко схватилось. А дальше мы просто украсим торт. Итак, прошло 3 часа, тортик уже наш схватился, и сейчас мы его будем украшать. Дальше, смотрите, вынимаем торт из этой вот тарелки. Берем наше блюдце, в котором будет торт. Но у меня торт сейчас немножко провалится внутри, потому как у меня тарелка не плоская. Не нашел я плоской тарелки, но это ничего страшного. Все исправим. И вот так вот просто переворачиваем. Отодвигаем вот этот весь целлофан в сторонку. Снимаем блюдце. И аккуратно нужно теперь снять целлофан. Вот так вот как-то получилось. Дальше мы берем сметанный крем, тот, что у нас остался. И сейчас немножко мы вот это все более так украсим, так сказать, выровняем. Ну вот так вот получилось. Края я украшать не буду. Дальше мы берем еще несколько вишенок. Вот так вот поверху аккуратненько нужно их разложить. И сейчас я еще сделаю шоколадную помадку. И вот это все еще поверху украсим шоколадной помадкой. Камера опять не записала, ребят. После того, как мы шоколад вот этот перелили в одноразовый кулечек, сделали дырочку маленькую. И сейчас мы тортик вот так вот будем оформлять. Но вы можете это сделать по своему усмотрению. Я хочу, чтобы у меня было что-то вот такое. Ну и теперь мы дадим вот этому тортику еще где-то час, чтобы немножко вот этот шоколад застыл. И тогда мы разрежем и посмотрим, что же у нас получилось. Ну вот, еще прошел где-то час. Я думаю, что тортик уже точно пропитался хорошо. Ну и давайте мы сейчас его разрежем и посмотрим, что же у нас получилось. Смотрите. Разрезается тортик хорошо. Мягко. Вот так вот. Ну и вот как-то так вот тортик получился в разрезе. Я думаю, что на торт панчо, который выпекается, он очень похож. Потому как присутствуют и белые, и коричневые слои. И по оригинальному торту нужно добавлять вишню. Есть люди, которые делают его с бананами. Я уже видел, но мне кажется, это будет не то. А так, вот этот тортик, самое то, которое должно быть. Итак, ребят, кому понравилось, не забываем, что нужно поставить лайк, подписаться на канал, поделиться видео с друзьями. И ждем новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok